Вы знаете, деньги всегда охотятся за хороший бизнес, а плохой бизнес охотится за деньги. Профессионал, он когда до этого уровня дойдет, он уже понимает, что от кланского метода управления надо перейти к корпоративному методу управления. Наши бизнесмены, которые еще не достигли этого уровня, они должны пройти весь этот путь или могут перешагнуть какой-то промежуток времени, который они пропустили. Это, мы не знаем, квадратное колесо лучше, чем без колеса. Хотя не ездит, но не падает. Есть желание изменить, но нет воли сломать сопротивление. Вы очень хорошо отметили это, очень хорошо. Это похоже. У вас есть один запчаст ввертолета, один запчаст Жгули, один запчаст Мерседес. Вроде бы много вещей есть, но не работает. Это невозможно утром быть мусульманом, обед христианом, вечером евреем и ждать, что ты святой. А как различить профессионального бизнес-наставника от таких пустословов? Нельзя человеку говорить так, что а вот у тебя свой бизнес, вот тогда я от тебя учусь. Врач не должен заболеть, скажем, сахарным диабетом или рак, чтобы он имел право другого лечить от рака. Слова, которые достойны аплодисмента. Спасибо. Ты не можешь заставить людей сразу меняться. Ты можешь ремонт поменять, ты можешь мебель купить, технику, технологу поменять. Но людей изменить тебе не удастся. Но помните, любое внедрение требуется диктатура. Любое внедрение. Как вы сказали, во многих случаях приходится прощаться с большим процентом количества. Люди не хотят расти, с ними однозначно придется прощаться. Это как романтика до свадьбы, которая исчезает после свадьбы. Очень быстро исчезает. Есть любовь до свадьбы, есть после свадьбы. А я обучал больше миллион триста тысяч человек. Почему выбрали именно этот путь? Я просто хотел, чтобы больше мой народ гастарбайтером не работал. Вчера выступали на мегатренинге 2022, который состоялся на арене Хумо. И там участвовал мэр города Джахангир Абидович. Джахангир Абидович очень правильно отметил, что во время выступления некоторые спикеры говорили только о большом бизнесе. Но там сидели, половина из них были молодые люди, девушки. И они только начинающие бизнесмены. Джахангир Абидович сказал, что им тоже надо научить, как сделать первый шаг, как начать свой бизнес. Они еще не понимают много бизнес-терминологии. У них еще нет состоявшихся бизнесов. И у них может быть от услышанного какое-то там шугание, что вот как я достигну всего этого. Как успешный бизнесмен, как человек, который начинал с нуля. Что вы можете советовать нашу молодежь, начинающим предпринимателям, чтобы они успешно смогли начать свой бизнес? Ассаламу алейкум еще раз, уважаемые зрители. Протяжение уже 22 года я постоянно обучаю людей именно бизнеса, личностного роста. И у меня большой опыт именно малосредному бизнесу, именно тем, кто только-только хочет начинать. Знаете, есть два пути. Один путь. Человек могут пойти, сам открывают бизнес, а потом собственными ошибками учатся. Падают, поднимают, спадают, поднимают, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тестируют один продукт, тестируют одну идею, тестируют один, например, направление и так далее. Но это очень долго, очень ошибочная дорога и очень затратно. Да, в конце концов, он научится. Но если у него хватает терпения, силы, нервы. И если деньги есть, потому что на первый проект, если он потерял деньги, на второй опять нужно, чтобы еще попитаться. Но чаще всего у людей происходит негативный опыт, переводит к тому, что они триады уверенности. Триады уверенности, а не триады надежды. Одну попитку, два попитка, три попитка, большинство сдаются. Мы знаем, что 83 или 85% стартапов, те, которые только начнут банкротиться, недавно прочитал в России, Игорь Манн опубликовал статью, где-то он тоже прочитал его статистику. 94% он написал, 94% как статистка, рост стартапов в течение года закрывается. 94%. Еще 2% в течение 3 года закрывается. Получается, что остается только 4%. Это о чем говорит? Потому что большинство именно такой путь выбирает. Это один путь. Это путь, который делали бизнесмены в 2000-х годах, в 90-х годах. Потому что не было навыки, учебы не было, информации не было, знаний не было. Не были такие тренинги. Никто не обучал. Все делали методом тикания. Попробовал, пойдет, хорошо, не пойдет, заменили. У кого хватало терпения, нервы, продолжал. Один раз получается, два раза не получается. Вот так было. И каждый раз как себя успокаивали. А этот раз Аллах сколько дал. И так далее. Хотя тут вообще Аллах ни при чем. Аллах зачем разум давал? Он дал, чтобы ты обдумал и так далее, правильные шаги делал. Но есть второй путь, который я многим людям рекомендую. Выбери направление, в котором ты мечтаешь иметь бизнес. Выбери направление. Иди, сама преуспевающая компания в этом области устроиться на работу. Сама компания, которая преуспела в этой отрасли. Хочешь заниматься строительной компании, хочешь иметь строительный бизнес, иди работай в строительной компании. Сейчас самым лучшим. Не надо пойти на самым неудачником. Потому что там полно проблем, а ты ничего не научишься. Ты должен знать, как должно быть. А когда ты точно понимаешь, как должно быть, и делаешь правильные шаги, потому что те компании, которые преуспевающие, они уже много ошибок делали. Они уже выбрали из десяти путей самый лучший путь. Поэтому нужно присоединиться, видеть, как это делается. Я рекомендую людям сначала строиться продавца. Работай как продавцы. Почему? Чтобы понимать клиента, понимать, что хочет рынок, что нужно потребовать. Ты должен четко понимать боль клиента, хорошо понимать. Когда ты работаешь клиентами, хорошо понимаешь, какой его боль, какая его нужда и так далее. И поймешь матрица, портфель продукта. Какой продукт хорошо идет, какой продукт не стоит продвигать и так далее. Второе. Либо в этой компании постарайся прийти через квартал, хорошо поработай так, чтобы тебе доверяли больше. Через квартал постарайся устроиться в складе, отделе закупи. Отделе закупи ты научишься поставщиков и логистику. И хорошо научишься понимание управления портфель продукта. У тебя уже появляется четкое понимание. Если ты компания торговли в таком формате. Например, ход это производство тоже самое. Производство сырье нужен, поставщики нужны и так далее. Третье. После того, когда квартал тут, квартал тут поработал. Старайся подниматься вверх на уровень администратора, чтобы управление научиться. Структура, систематизация, кого нанимать на работу, как увольняться на работу. Ты изнутри видишь, как построены все бизнес-процессы. При успевающей компании надо работать. Неудачниками работать нельзя. Если пойдешь в базаре торговать или что-то, ты ничему не научишься в бизнесе. Ты научишься только о продукте. Понимаешь, какой щемотки продаются, какой туфли продаются или какой конфет продаются. Все. С этим заканчивается твой опыт. Но у тебя никогда не появляются структурные знания, инженерия и бизнес-процессы. Понимания не происходит. Я много консультирую бизнесменов. Многие бизнесмены, огромное количество. И многие бизнесмены в основном что знают? Они знают о своем продукции, они немножко знают о рынке, о клиенте. Все. Они не знают о учет-контроле, о бизнес-процессе, стратегии. Очень многие вещи они не знают. А поэтому это приведет к у них сильным страдания, сильной сложности. Теперь, после того, парень, на что я рекомендую, новичку. После того, когда тебе устроится работа на администратора, и постарайся уже вникать в систему учет-контрола, прибыльности, постарайся подниматься вверх на уровне именно либо замдиректора, либо вице-президента. Это займет у тебя до одного, до трех лет. Одно до трех лет. Но я знаю точно одну важную вещь. Это 2-3 года, которые человек проводит. Это намного важнее, чем то, что пытается свой бизнес заниматься. Это точно могу сказать. Потом перед ним есть два выбора. За это время, если ты накопил деньги, можешь открывать свое. Если не накопил деньги, я даже рекомендую. Даже если накопил деньги, сам лучше стратегию скажу. Подойди к хозяину бизнеса и скажи. Вот у вас есть два магазина. Давайте открыть третий магазин. Немножко деньги я сам вложу. Сам нахожу. Или возьмите меня партнером с собой. Я могу управлять этот магазин сам, делать сам. Даже если это ресторан, то же самое. А если даже это производство, то же самое. Дополнительное расширение цеха, завода и так далее. Или открытие нового региона. Я могу сам продавать эти продукты и продвигать. Всегда есть возможность, где расти и развиваться. Но только с качественными людьми. Если человек пойдет в какую-то среднюю компанию, или пойдет в какую-то компанию, в которой море проблем. А чему он научится? Он третит время только. И все, больше ничего. Поэтому вот этот путь, который я сказал, стратегия. Любому молодому человеку, это просто как лифт работает. Научись зайти в этот лифт правильно. Потому что в самом начале умение попасть. Потому что это переуспевающая компания всех не берет. Ты должен в чем-то быть профессионалом. Ты должен научиться чему-то хорошему. Они все не берут. Вот это самая лучшая стратегия для тех, кто хочет с нуля дела, и кто хочет правильно расти, экономит 10-20 лет своей жизни. Вот это вторая стратегия, о которой я говорю. По сравнению первая стратегия. Поверьте мне, кто по первой пути пойдет путем тиканья. Они 20 лет будут работать, у него немножко денег будет, так и бизнеса не будет. Полно таких базарей сидит. Полно везде. Немножко денег есть, так и у них бизнеса нет. Если они пристанно работают, дохода не будет. То есть они не смогут масштабировать свой бизнес? Не то, что не могут масштабировать. У них нету бизнеса. Есть только самозайнетость. Сами работают, деньги есть. Сами если не будут работать, денег не будет. Потому что это самозайнетость, это не бизнес. То есть человек, который продает на базаре какие-то вещи, он не бизнесмен? Он торговец. Торговец. Самозанятый занимается. Он просто отсюда брал, туда продал. Поэтому большинство из них даже продавца не могут брать. Потому что им тяжело даже это делать. Вот начинающим, я рекомендую так, в то время кустарный метод ведения бизнеса ушло. В то время ушло. Сейчас зачем пойти в базар? Зачем? Лучше пойти просто в вашей компании научиться. Зачем? Я не понимаю. У нас во времен пророк Салаваслан 1600 лет назад базар существовал. Мы ходили по базарам. Но это уже прошлое. Мы чему ступаем европейским компаниям, западным компаниям? Продукциями? Идеями? Нет. Разве Кока-Кола лучшая продукция? Разве Макдональдс, бургер продают самые лучшие идеи, лучшие продукции? Далеко нет. Бизнес это скрыть бизнеса, не в продукции. Скрыть бизнес именно в концепции. Бизнес-модели, концепции, менеджменты. Управляя, научишься один раз менеджмент, концепция, то ты управляешь любой бизнес. Вот скрыт в чем. Поэтому не надо пойти в базар. Чему ты учишься? Продавать только и все. Продажа хорошая вещь, я не говорю нет. Но сейчас будущее уже принадлежит тем, кто умеет системное управление, системное понимание. Поэтому пусть они идут туда. Когда речь пойдет насчет квалификации, о которой сейчас говорите, мы обычно говорим о тех профессиях, например, о медицине, об образовании, о каких-то других профессиях. То есть квалифицированный врач, профессиональный учитель. Но никто не говорит квалифицированный бизнесмен или профессиональный предприниматель. То есть чем меряется квалификация в бизнесе? Тут решают только деньги и умеют рисковать? Или современный бизнесмен должен иметь какую-то квалификацию? Вы знаете, вот этот термин, кто не рискует, шампанское не пьет, это придумали неудачники. Это не термин, который просто повезло кому-то иногда так. Нет, так не бывает. Риски надо управлять. Кто не умеет рисковать, он не поднимается. Я не верю в этих словах. И никто не мог в этом меня убедить. Ни бизнесмен, ни миллионер, ни миллиардер. Почему? Потому что я сам изнутри много раз пережил. Риски нужно управлять. Чем легче, чем лучше ты управляешь рисками, тем шансов на то, что ты поднимешься больше. Вероятности, что станешь успешным, лучше. Я не могу сказать, что 100% без риска бывает. Не бывает 100% без риска. Но его можно минимизировать. Чтобы вероятности шанс к успеху выросло. Не существует рискованный бизнес, существует рискованный бизнесмен. Риск не в бизнесе, риск в самом бизнесмене. Он берется за идеи, которые не оправдываются. Он берется за продукты, которые не оправданы. Он залезет в те проекты, которые не стоило бы это делать. Потому что у него не хватает дальновидности, опыта и так далее, чтобы видеть последствия этих шагов. Поэтому риск не в бизнесе, а в самом бизнесмене. Это бизнесмен проблемный. Не бизнес. Он проблемный человек. Это первый момент. Второй момент, что касается профессиональных бизнесменов. Конечно. Что это конечно? Это очень важно. Могу сказать очень просто. Вы сразу поймете. Это квалифицирование профессиональный бизнесмен или нет. Два показателя. Сдавайте бизнесмену несколько вопросов. Если человек точно не мог отвечать вам с цифрами, например, сколько процентов роста его капитализации, какой чистый прибыль приходит у него на какую-то долю продукта, на какую-то долю рынка, какой чистый процент роста у него в каких-то сферах и так далее, и так далее. Если человек с цифрами не думает, если человек с цифрами не разговаривает, если человек принимает решение не на основе анализа цифры, он принимает решение на основе интуиции, на основе, что на слуху общества, что говорят, например, общество всегда говорит, давайте занимаемся недвижимостью, да, наверное, давайте так. Или кто-то говорит, давайте занимаемся техникой, давай так. Если человек на основе интуиции разговаривает с вами, на основе слуха, то, что на слуху, на основе мнения других людей, на основе опыта и так далее, и точнее сифры не владеет, это человек, я назову не бизнесмен, я назову экстрасенс. Я говорю, ты экстрасенс. Человек, который инвентаризация не делает, человек, который четко контроль не ведет, человек, который четко не понимает изнутри свой бизнес с цифрами и так далее, не понимает микроменеджмент, бизнес-процесс и так далее, это экстрасенс. Просто он только уплывает на везение. Он делает бизнес по вокалу. Ну, Аллах даст, будет хорошо. Конечно, растущим рынки, растущий рынок ошибки прощает. Он говорит, о, мы же делали, получилось же. Некоторые знают, что говорят, а мы же без знаний делали, смогли же. Нет, тогда рынок был пустой. Ну-ка попробуй сейчас делать. Сейчас уже нет. Или когда бизнес маленький, можно приблизительные шаги делать, тоже не так страшно обойдется. Знаете, с чем это сравниваю? Вы умеете ездить на велосипед? А ведь для этого диплом получили? Нет. И как научили его? Падая, поднимаясь. Пару раз падал, да. От двух до десяти раз точно падали. Ну, научились. А теперь вопрос. Можете с такой тактикой и стратегией использовать, что научиться водить самолет? Ничего страшного, пара раз падает и научитесь. До первой ошибки. Вот так я сравниваю профессиональный бизнесмен с дилетантом. Я говорю, эй, парень, маленький, партия товара не мог продать в базаре, ничего страшного, ладно, что ты делаешь. Потому что он тысячи долларов риск или пятьсот долларов риск. Так? Это похоже езди на велосипед. Ты падая, поднимая, можешь научиться. Но самолет вести с такой тактикой не пойдет. То же самое. Когда бизнес станет крупным, каждое твое решение – это миллионы. А вот тогда нужны профессиональные знания. Грант, профессиональ и непрофессионал сразу видно. Их три показателя. Первый. Профессионал только принимает решение на основе анализа. А непрофессионал на основе как экстрасенс. Ну, я так подумал, я так хотел. Интуиция. На основе слух. На основе слух и желание. Второй показатель. Профессионал. То есть профессионал, он занимается всем микроменеджментом и четко понимает их. Он четко понимает. Он сначала все полностью оцифрует, все детально, все на бумаге, все. Когда видит, только тогда шагает. Он под контроль держит каждый детал, потому что он понимает, что деньги находятся в мелочей внутри бизнеса. Он их понимает. То есть он детально дорабатывает все процессы. Микроменеджмент мы это называем. Дилетант. Он общий в целом видит картинку и внутри не выникает. Третий показатель, что это профессионал или дилетант. Бизнес до трех миллионов долларов оборота в год можно по понятиям вести. Да, по понятиям вести. А потом больше никак. Он вообще не поднимется больше этого. После этого он попадает в зону колебаний. Вроде бы бизнес идет, но он, собственно, неуправляемый. Начало конца не найдешь. Люди станут больше. Уже твои родственники заканчиваются. Всех, кого можно было подключить, уже подключил. Соседи все. А у нас как? Кланский метод управления. Все, кого знаем, кого доверяем, того привозим. Да, они не все профессионали. А потом начнется стан нагрузки. Это первый показатель, что скоро бизнес могут потом постепенно пойти спать, потому что тяжело будет. Поэтому вот показатель профессионал или дилетанта, у кого бизнес мышления профессионал, он когда до этого уровня дойдет, он уже понимает, что от кланского метода управления надо перейти к корпоративным методам управления. Профессионал сразу это чувствует и начнет учиться. Он начнет учиться до того, когда все рохнет, все. До того, когда начнется спать идти и так далее. Ничего вечного не бывает же. Он начнет изменить себя, изменить методы управления, стиль управления, всю корпоративную культуру, структуру и так далее. А дилетант что говорит? Да все нормально, идет же, что надо еще? А если Аллах даст, даст? Вот так ходит. А потом это королевское время заканчивается. Раньше на рынке самое важное было иметь деньги. Например, в 90-х годах по 20-30-х годах самое важное было по 20-15-х годах. Ресурсы были на первом месте. Денег есть, можете делать. Денег нет. Гладно, на первом месте деньги. Я не говорю, что деньги роль не играет. Деньги роль играет. Но в дальний момент уже роль денег идет на второе место. На первое место уже не деньги. На дальнем этапе. На первом месте это менеджмент. Систематизация, структуризация, стандартизация. На первом месте сейчас вот это. Если у меня есть система «деньги пально», вы знаете, деньги всегда охотятся за хороший бизнес. А плохой бизнес охотится за деньги. За деньгами. Пально людей, которые ищут людей, кому бы отдать, чтобы их деньги работали. Иначе инфляция их съедает. Все это понимают. Самый большой риск – это деньги держат у себя дома. Это самый большой риск. Они испортятся. Раз, как бумага, они испортятся. Раз, они сломаются. У них внутри сделан такой химикат, который сломает, как бумага. Она порвется. Это первое. Она сделана для того, чтобы она была в обороте. Второе. Инфляция их съедает. Вы хотите, не хотите, они обесцениваются. Поэтому деньги должны быть постоянно на работе. Поэтому все понимают. Инвесторы ищут правильные проекты, правильные бизнесы. Поэтому, заново повторю, до 2015, даже можно могу сказать, в 90-х годах на первом месте, даже можно сказать, в некоторых областях до 2017-18 годов. Было на первом месте ресурсы. А сейчас нет. Сейчас уже менеджмент и мозги управления, система и так далее. Если система и структуризация, и команда умеет создать крутую команду, деньги найдут вас сами. Сами найдут. Поверьте. Вы знаете, сколько людей ко мне каждый раз обращается? Если деньги что делают? Вот так. Достаточно много. Достаточно. Почему? Потому что сами деньги сам по себе не работают. А есть сейчас бизнесмены, которые уже устали сами. Просто устал. Он говорит, послушай, я так устал. Вот есть немножко денег. Хочу, чтобы оставшую жизнь, как-то нормальной жизнью хочу жить. Потому что он построил бизнес, как сказать, без управления. А бизнес-то такая нагрузка, что немножко денег есть, но жизни нет. Деньги есть немножко. Но эти деньги забрали у него взамен все самое хорошее, что было в жизни. Здоровье. Детство их не детей. Молод. Он говорит, я теперь хочу хотя бы жить. А таких бизнесменов, думаете, мало? Очень много. Бизнес, когда нет систематизации бизнеса, бизнес у нас очень большая нагрузка. На нервы, на здоровье и так далее. На самочувствие. Ты сон тряешь. Вот так. У нас сильная нагрузка потом. Жизнь, самое большое дерево в лесу, начиняется из маленькой семечки. Любая мысль, любая идея, которая вам дается, она от Бога, она от Всевышнего. Развивайте его. Вкладывайте усилия, ищите способ его реализации. Человек за всю свою жизнь создает только один шедевр. Это самого себя. Станьте человеком с большой буквы. Не ищите себя. Создайте себя. Бесполезных людей не бывает. Только есть люди, которые не могли себя реализовать. Ищите в себе тот талант, который Всевышний давал вам, и раскройте его. Не копируйте других. Создайте себя. У вас 24 направления бизнеса. И эти бизнесы не только в одном государстве. У вас в разных государствах. И вы как управленец, как учредитель этих бизнесов очень тонко чувствуете разницу между бизнесом в одном государстве и в другом. У вас бизнес в России. У вас бизнес в Казахстане. У вас бизнес в Узбекистане. В Кыргызстане. В Кыргызстане, в Америке. Вы уникальный человек, который на данный момент может сравнивать бизнес-среду разных других государств, бизнес-атмосферы, мышление бизнесменов. Вот такой вопрос. Даже те бизнесмены в развитых странах, они все время думают об изменениях, о трансформации. А наши бизнесмены, которые еще не достигли этого уровня, они должны пройти весь этот путь? Или могут они вот так перешагнуть какой-то промежуток времени, который они пропустили? Технология способствует перешагнуть. Те компании, которые становятся технологичными, они умеют перешагнуть. Они обойтут конкурентов и забирают рынок. А те компании, которые не могут быть технологичными, они будут медленными шагами, пройдут все этапы. Все этапы. Им придется это пройти. Это похоже, самолетом летишь намного быстрее, чем пешком. Похоже на это. Если ваш бизнес не могут быть технологичными, технологии убьют ваш бизнес. Сейчас такое время. Потому что тот, кто первым становится технологичной компанией, тот, кто первым становится, он забирает весь доллар рынок. Он намного быстрее за доллар рынка. Поэтому очень важно, чтобы меняться, очень важно, чтобы иметь сильную команду, адаптировать свой бизнес к новому руслу. Ну, надо ходить, шагать со временем. Со временем. Когда-то было актуально по-другому, а сейчас актуально по-другому. Похоже, что у вас дизайн дома. Сейчас дома зайдете, любой дом зайдите, нет дизайна в 2000-х годах. Согласны? Зайдите в любой кафе, ресторан в Ташкенте. Нет мебели, которая была в 90-х годах. Потому что такие рестораны не могут существовать сейчас, если он будет держать те стили, которые в 90-х годах, он должен шагать с много времени. То же самое здесь. Поэтому будут те компании, которые руководитель системно мыслит, руководитель стратегически дальновидный, руководитель, который готов построить бизнес на 20-30-100 лет, вот они будут пришагнуть. Значит, надежда только в технологию и инновации? Обязательно. В основном два вещи деньги приносут. Технология, инновации и маркетинг. А все остальное это расход. Вот такие руководители, они будут пришагнуть, это точно. Они будут ездить по всему миру, поскольку мир стал большой. Мы сейчас конкурируем по большому счету, если внимательно посмотреть, мы конкурим уже не с соседним магазином, не с соседним, скажем, компаниям. Мы уже конкурим почти мировым рынком. Это как? Один мир, один рынок. Сейчас могут в Москве сидя вашему соседу продать даже косметику. Понимаете? Сидя Америку, продадут ваши соседу туфли через интернет. Сейчас один мир, один рынок. И мы уже начнем конкурировать, прийти на этот уровень, где-где очень сильные мозги. И либо ты станешь сильным, технологичным, либо остаешься. Потому что мы все собираем, все овлот, брат, сестра, все. Это колландский метод. А моя сестра понятия не имеет об этом. Я говорю, ну ты надежная, будь здесь. Она просто держит, что этот бизнес не умер. Это мы ее назовем квадратное колесо лучше, чем без колеса. Хотя не ездит, но не падает. Возьмем братишку, который понятия не имеет, что такое там закуп. Или возьмем какой-то понятия не имеет в маркетинге. Мы говорим, давай ты научишься. А пока он научится 3-5 лет, доля рынка мы теряем. Конкуренция станет сильнее. Бизнес это как шахмат. Бизнес это как шахмат. Понимаете? На доску шахмата не только вы ход делаете, другие тоже ход делают. Есть еще ваши действия. А есть действия противодействия, конкуренция. Есть действия, которые меняются, рынок меняется, инфляции. Всякие, понимаете? Вы не только одни играете на это поле. Поэтому любой ваш ход, но самое важное, что играете в шахмате? Умень на один шаг обойти конкурента, закрывать его правильные ходили. Вы понимаете, о чем я сейчас рассказал? Вот это именно самое важное. Похоже на бизнес. Иначе вы проиграете очень сильно. Очень сильно проиграешь. Поэтому вот так. Бизнесмены, которые хотят научиться новому ведению бизнеса. Я вот замечаю, то там участвовали в каком-то тренинге, то там были в каком-то вебинаре. Но из-за того, что нет какой-то методологии, какой-то последовательности, у них есть мотивация. Вот надо менять что-то. Лучше желание есть. Желание есть. Но очень многие не могут осуществить эти знания в практике. Да. Вот как быть? А вот можете рассказать поэтапно, с чего надо начать и чем заканчивать? Знаете, это как выглядит? Вы очень хорошо отметили это. Очень хорошо. Это как выглядит? Чуть-чуть что-то бизнесмен сам понял в своем практике. Где-то какой-то книги читал, что-то понял. Где-то кого-то послушал тренинги или вебинары. А у него в голове уже огромное количество информации, которые не систематизированы. Это похоже. У вас есть один запчаст в вертолете, один запчаст Жгули, один запчаст, не знаю, москвичи, один запчаст Мерседес. Вроде бы много вещей есть, но не работают. Скрет не в деталах. Скрет имеет взаимодействие в этих деталах. Потому что бизнес – это система. Бизнес как организм человек. Организм человек, посмотрите. Если один орган выходит из строя, человек умирет. Хотя, может быть, 90% остальных существуют. Бизнес похож на это. Одну звено, если дернулся или одну звено меньше, риска эффективности меняется. Поэтому то, что вы сказали, это большая беда общества сейчас. Очень большая беда. Потому что у человека самому не хватает это все систематизировать. Хотя это лучше, чем ничего. Я это рекомендую так. Это хоть что-то, чем ничего. Потому что он из 10 или из 100 мыслей или 100 советов, одну-две могут использовать. Чуть-чуть улучшение есть. Чуть-чуть улучшение. Это лучше, чем не делать. Например, читать лучше, чем не читать. Посвящать тренинг лучше, чем не посвящать. Но это могло бы дать еще больше эффекта, если правильно подойти. Поэтому я людям всегда рекомендую учиться у одного наставника. Похоже, что лечись у одного врача. Одновременно лечиться два-три врача, можно умереть. Это очень опасно. Это реально опасно. Ты лечись у одного врача. Если потом дай анализы. Эффект какой? Потом можешь, ладно, пойти к другому. Но одновременно три врача, если назначение лекарства, укола делать, и ты получишь их, это очень вредно, это опасно даже. Это можно спросить у любого врача. Это очень опасно. Это можно умреть. Поэтому похоже на этого боли. Поэтому что надо делать? Лучше брать одного наставника. Я рекомендую так. Брать одного наставника. Я так и обучаю своих людей. 49 миллионеров сейчас наша система, долларовые, которые мы выросли. Из них, правда, может быть, 7, может быть, 9 из них сами пришли ко мне. У меня уже были миллионеры. Но 40 из них точно выросли, стали миллионерами благодаря нашей системе. Запишите меня, я буду 50. Еще. Но вам надо стараться быть. Вам надо... У нас каждый месяц один-два уже растет до миллионеров. Потому что за 7 лет это. Не за 1, нет. Седьмой год идет. За 7 лет. Потому что люди-то растут. В дальний момент около 350 человек у меня учатся индивидуально. И каждый этот бизнес я разбирал. Разбирал по кусочкам. Понимаете? Разбирал по кусочкам. Каждый бизнес-процесс. Каждая система отчетности, бюджетирование, логистики, закуп. Детализация. Все эти вещи. Я изнутри знаю всех их. Потому что я с учеником сижу и вижу точку роста, где... Въявляя определенные ключевые показатели, по которым надо его легче управлять. Вы машину водите, у вас есть всего 5 или 6 факторов успеха. Это что? Это педал. Это панель управления перед вами, в которой видите все, бензин есть, давление мотора и так далее. Скорость, тормоз, поворотник, руль. Вы воздействуете на эти точки, ключевые факторы успеха. И от точки А до точки Б машина едет. Едет медленно, едет и быстро. Зависит от того, как вы, где видите опасность, вы снижаете. Где-то вам надо усиливать, вы нажимаете газ. Бизнес похож на этого. Когда видите кризисные моменты и так далее. Надо уметь гололедя аккуратно ездить. Так? Спуски, гололедя, повороты. Надо аккуратно ездить. А надо знать, где газоват. Где ты видишь, что рынок более позволяет тебе растущий рынок. Ты должен нажимать газ, чтобы побольше, быстрее захватить долю рынка. Это очень важно. Бизнес один к одному, как прямо машина. Вы ведете машину. Именно похоже на этого. Но надо понимать, на какие ключевые факторы успеха воздействовать и как воздействовать. И когда. Это очень важно. Все должно сочетаться. Это похоже на это. Поэтому я рекомендую найти себе хорошего наставника. И на одну систему учиться. А потом попросить у этого наставника, как дальше еще продолжать. Он сам рекомендует, куда пойти. И вот так надо развиваться. Я так обучал своих учеников. Я когда беру их, я им говорю. Знаешь что, пока не закончишь мою учебу, просто не ходи туда-сюда. Это невозможно. Утром будем мусульманами, обед христианами, вечером там с евреем и ждать, что ты станешь святой. Ну это нереально. Давай договоримся так. Либо учишься у меня, либо ходи там, пожалуйста, везде. Потому что у тебя так и не появится система. У тебя должна быть какая-то методика, у тебя должна быть какая-то алгоритма. Вы согласны? Должен быть какой-то алгоритм шаги, последовательные шаги. И многие мои ученики это понимают. А то будет Франкенштейн. Не понятно. Из разных частей. Да, да. Не совпадение. Система не работает. Потому что я заметил, что любой бизнес-трейнер или любой там практик, опыт того практика, опыт этого практика, она не совпадает. На 30% противоречит точно. Если какие-то части совпадают, но 30% противоречит. Это однозначно так. А это запутать человека конкретно. А потом ему тяжело, очень трудно. Вот смотрите, вы как человек, который сами стали жертвами мошенников, да? То есть вам за это пришлось дорого заплатить. Очень много лет жизни потратили. Шесть лет жизни. Очень много нервов, наверное, здоровья. И в Узбекистане тоже есть на данный момент опасение, что есть некоторые бизнес-тренера, бизнес-консультанты, которые непрофессионалы в своих знаниях, не умеют или не имеют опыта, чтобы развивать чужой бизнес. Из-за опасения люди боятся кому-то довериться, за кого-то держаться, как вы сказали, да? И вот делать один к одному то, что он говорит. Есть такое опасение, что может он не прав, может он мошенник, может он сам не знает. Вот как советуете, как различить профессионального бизнес-наставника от таких пустословов, так скажем? Три показателя. Я бы назвал это три-пять показателей. Даже обычный консультант, он мог бы не иметь бизнес, это нормально? Пально в банке консультанты. Они управляют миллиардами. Понимаете? Они что, все мошенники, что ли? Нет. Пально консультанты в компании, первичетверка в мировой и так далее. Они вообще не имеют свои бизнесы. Там работают сотрудники, которые не имеют бизнеса. Пально, банкиры, управляют миллионы, миллиарды, деньги государства, деньги народа. Куча народ таскает деньги банк. Они управляют деньги народа. Они что, все мошенники, что ли? Я считаю, что это неправильная идеология, которая есть у людей. Сейчас объясню. Несколько важных вещей. Нельзя человеку говорить так, что, а вот у тебя свой бизнес, вот тогда я от тебя учусь. Врач не должен заболеть, скажем, сахарным диабетом или рак, чтобы он имел право другого лечить от рака. Это неправильная философия и неправильная идеология. Каждый учитель, который обучает космонавта, он не должен быть космонавтом, чтобы другого учить, как быть космонавтом. Это неправильный подход. Это последние два года появилось это. Ну-ка идите в вуз, каждого профессора скажите, ты что, ты сам был таким? Ты стал миллионером? Тогда как ты можешь мне экономику учить? Вы знаете, если мы изначально такую идеологию держали бы, вузы не существовали бы, и сколько экономикой стран не поднималось бы вообще. Это неправильный подход. Она появилась в последнее время. Почему? Потому что эту идеологию начали некоторые бизнесмены, стали спикерами и начали продвигать, что учитель только у практиков, то есть у нас. И потом появилась эта идеология. До этого его не было. Понимаете? До этого его, я на рынке тренинг, 23 года. До этого его не было. Что я рекомендую? Я сейчас дам точно 3-4 показателя. Первый мой совет. Учитесь у любого, у кого можете учиться. Вот первый мой совет. Учитесь у любого, чьи мысли полезны для вас. Не смотрите на людей. Он там, у него бизнеса есть, у него нет и так далее. Я скажу почему. Я свой первый миллион заработал, когда мне было 27 лет. Я свой опыт, есть у меня практика. Я заработал на недвижимость. Потом в 2007 году я банкротился. У меня не было долги, я продал недвижимость, отдавал долгов и так далее. Но кроме того, у меня осталось долгие, миллион 840 тысяч долларов, которые ничего было уже продать. Такое могут произойти. С любым человеком могут произойти. Любой бизнесмен пережил какие-то ошибки, какие-то падения. От нехватка опыта, знаний я тоже попал на это. Теперь внимание обратите. А теперь это мой разговор, 2007 год, 2008 год, 2009 год, 2009, 2008 год. Я что бы ни делаю, потери, потери, что бы ни делаю, потери. 13 проектов я попытался делать, все они, не могу понять, почему-то они идут. Но не получается. Я делаю, не получается. Я химчистки открыли, не пошел. Детская клиника открыли, Караганде, не пошел. Строительный магазин открыли, не пошел. Гостиницы открыли, не пошел. У меня же денег нет, опять привлекаю бизнес-партнеров и так далее. Когда у них не идет, мне неудобно перед ними, они доверили мне. Я говорю, послушай, раз не получилось, я тебе верну, дай мне время. Раз ты мне поверил, вкладывал в этот проект, хотя в бизнесе люди осознанно идут, если ты доходы партнер и потери партнер, но я всем вернул деньги. Я сказал, раз ты мне поверил, я не могу позволить себе так, чтобы тебе остался минус. Главное правило моей жизни, любой, кто со мной связывается, в конце концов, он должен оставаться в выигрыше. Я всегда нагрузку брал на себя. Наверное, это делали меня поэтому сильными. Хотя со стороны выглядит, что это не очень, как сказать, умно якобы, но это мне помогало в жизни уважать себя и так далее. Почему я там вам сказал, что первый учитесь у всех подряд? В 2008-2009 годах у меня не было своего бизнеса уже, потому что был банкрот, денег нет, но я консультировал людей, которые зарабатывали миллионы. Давайте привожу вам пример. 2009 год. Я консультировал компанию АТАСУ. Разработал всю его стратегию. Его хозяин зовут Марат. Зайдите в интернет, посмотрите компанию АТАСУ. Логистическая компания. Это самая крупнейшая логистическая компания Средняя Азия. Они сейчас в Нью-Йорке, они сейчас в Гонконге, они сейчас в Пекине. Они по всему миру работают. Всю его стратегию мы сидели сели неделю с его хозяином и со всеми его директорами. Все диалогу закладывают фундамент я с ними. Я помню, мы с ним говорили, нам надо построить частный терминал. Потому что моя сильная страна, я стратегия, я дальновидный человек, я показывал, как это работает. Они мне все хором команды сказали, нас там где-то нереально. Я говорю, почему? Она говорит, ну все терминальные государственные. Я сказал, ну что, мы будем первыми, кто имеет частный терминал. Сейчас Харгос, и у нас свой частный терминал. Там, в этом. И вы знаете, он говорит, денег нет. Откуда ты берешь? Я сказал, знаете, под конкретный проект деньги всегда найдется. Главные правильные шаги дела. Вот, исходя из своего опыта, в тех годах я консультировал многих людей, и эти люди, самые интересные, зарабатывали миллионы. Зарабатывали миллионы. Я ходил, молился, сказал, йо Аллах, почему у меня не получается самому? А почему у меня не получилось? Потому что был тот момент, момент временной потери. А сейчас заново же, поскольку были мозги, все же построили. Алхамдиллах. Все же построили все. Поэтому я хочу первый совет давать. Если видите человека, который, его мысли помогают вашему бизнесу, не проявляйте высокомерность. Даже если это ваша уборщица. Даже если это ваша грузчик. Даже если это ваша продавщица. Даже если это ваш клиент. Лучше надо уметь их слушать. А что касается консультантов. Их тоже. Видите, что у него есть мозги? Берите, пользуйтесь для своего бизнеса, в конце концов, и выигрыши. Вот что я рекомендую. Первое. Второе. Что надо знать о тех, которые, мы говорим, мошенники и так далее. Кто такой мошенник? Если он манипулирует вас. Если он говорит, что деньги дайте мне, откуда-то вложите и так далее. Почему я попал? Потому что народ, который я пригласил на тренинг, у того человека было крутие знания. У того американца. Если мы только знания брали бы, мы были бы в выигрыше. Эти люди инвестировали в его проект. Вот это была большая ошибка. А я не мог остановить людей. Я сам тоже вложил. А эти люди тоже поверили, вложили. Они мне говорят, ты же вложил, ты же рекомендовал. И мы тоже тебе верим. И они вложили. Вот поэтому вот это была большая ошибка. Вы не вкладываете деньги. Знаете, учитесь у этих консультантов. Если кто-то говорит, что вам куда-то инвестируют деньги, вон там вам надо посмотреть. Потому что кто, что вы платите знания, вы всегда в выигрыше. Знание всегда поможет вам когда-нибудь. А вот если кто-то говорит, инвестируй туда, инвестируй сюда и так далее. Вот в этом будьте осторожны. В этом будьте очень осторожны. Если вы не можете это риск контролировать. Если вы не можете видеть эти бизнесы. Не надо инвестировать. Вот в этом плане. И третий показатель, как вы можете узнавать, стоит ли учиться или нет. Я рекомендую вам. Посмотрите тот человек, который учит вас. Ведет ли такой образ жизни, как он говорит. Если он ведет такой образ жизни, идите учиться у него. В смысле? Если у него нету своего бизнеса. Нет, нет. Даже если нету, но он дает правильные мысли, он старается. Он идет на это. Идите, учитесь. Я же только что привел, 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 что врач не должен болеть, чтобы нас лучить. Если его идеи, его помогают вам, идите делайте. Мой совет к вам такой. Потому что из опыта я это хорошо понял. Давайте сейчас зададим своим слушателям ваш первый вопрос. Первый вопрос. Кто такой партнер? Например, многие люди думают, что кто тебе деньги дает, он партнер. Кто с тобой работает, он партнер. Кто тебе товар поставляет, он партнер. Кто у тебя аренда сделает, помещение, он партнер. А кто твой партнер вообще? Вообще, кто такой партнер? Думайте об этом. Следующие вопросы будут по-польше.